Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Приветствую всех, братья, сестры, дорогие друзья. Я приветствую именем Господнем из Санкт-Петербурга, северной столицы. Приветствую всех во имя Господне. И трансляция, имея возможность всю эту неделю с воскресенья, с первого дня библейской недели, ну и в православном календаре тоже первый день недели. Хотя в церковном так, а в государственном календаре, в гражданском воскресенье, последний день седьмой считается. Ну а в церковном и библейском календаре воскресенье первого дня недели считается. Поэтому у меня так получилось интересно, всю неделю с воскресенья до завтрашнего дня, до субботы по утрам. Поэтому завтра еще подключайтесь тоже. А послезавтра уже воскресенье, я не знаю, как получится технически. И где я буду, я не знаю. Вот, значит, поэтому, да, значит, здесь просто уже, ну, Бог усмотрит. Молитесь, короче, об устройстве всего этого. Вот, слава Богу. Вот, и благодарю Богу всемогущего сегодня тоже совершаю хлебопреломление, причастие, евхаристию, хлебопреломление с благодарением Богу за тело и кровь его святые. Вот, а прочесть хочу гимн веры, как его называют многие проповедники. И даже великие такие проповедники, по-моему, даже Чарльз Перджин, вот, златоустый протестантского мира, величайший проповедник 19-го столетия, значит, Чарльз Перджин в Англии, он называл, как раз, по-моему, да, 11 главу евреем гимн веры, назвал гимн веры. Ну, а до него, златоустый Иоанн, православный, святитель, ну, и католический, тоже, примерно, тоже высказывание было у него. Валентина пишет, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Приветствую всех, братьев, сестер, кто подключился, кто подключается, приветствую. И начну с Божьего Слова, сегодняшнюю трансляцию, с утренней молитвы. Послание к евреям. Я читаю 11 главу, но, значит, начну чтение с конца 10 главы. В конце 10 главы, ну, да, послание к евреям, как Евангелие воспринимается тоже, на самом деле, удивительнейшее послание к мессианским евреям, к евреям, принявшим Машеха и Ишуа, Христа и Иисуса, как своего Спасителя, Господа. Это потрясающее послание. Оно настолько необычно вообще, что даже многие исследователи там считали, и порой считают сейчас, что даже это не Павел, наверное, написал, а это, наверное, коллективный труд. Несколько разных учеников написали. И вообще это, видимо, ну, настолько вдохновение вот Духом Святым было здесь удивительным, когда писал автор этого послания. Ну, надеюсь, это был Павел такий. Вот, значит, потому что с древнейших времен Павла как раз мы вот и знаем, как автор этого послания. Вот, но самое главное, даже не Павел или Петр или Яков или кто еще из братьев, записавших эти послания новозаветные или Евангелие, тем баче. Вот, а самое главное, автор всего этого послания, любви, нового завета, нового договора Бога с человеком, это сам Дух Божий. Это сам Бог Святой, Духом Святым, вдохновляющий людей. И сегодня я прошу Бога, Духа Святого, прошу Господь, Духом Святым Своим сейчас активизируй те слова, которые Ты вдохновил написать писателей Библии, писателей нового завета. Боже, пусть эти слова активизируются в нас, как когда-то в далеком 16-м столетии. Вот эти слова из посланий к евреям 10.38, они однажды активизировались в жизни тогда еще традиционного, такого нереформированного, необновленного священника католической церкви, Мартина Лютера, доктора, служителя Твоего, Божия. Но эти слова, он читал уже их, размышлял над ними, но они активизировались, эти слова, во время той поездки в Рим, Господь его, его паломнической поездки той Божией. И вернувшись в Германию, он вернулся уже с новым мышлением, Господь, провозглашая, что он жив верою. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже всемогущий. Пусть сегодня активизируются эти слова в наших судьбах. Аминь. Послание к евреям в Мессианском, 10 глава, 38 стих и далее. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки, века все устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Спасибо Тебе, Господь. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти, то есть и после смерти своей, говорит еще. И сейчас он говорит этой верою. Аллилуйя. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. О, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. И на шалом, и второй эфицианам, да, слава Богу. Приветствую всех. Приветствую тоже. Аллилуйя. Шалом всем святым. Шалом. Еще раз, пятый стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Потрясающая история, да? Вот мы с моей Инной как раз беседовали как-то давно уже на эту тему. Что, значит, да, вот, Ин, помнишь, да? Что, значит, что хорошо бы, конечно, не, как в Писании говорится, не совлечься, а облечься в небесное наше живище. То есть, вот, чтобы, вот, не умирать, вот, не переживать вот то, что, ну, не очень хорошее переживание, вот, выход из тела, значит, да, тело без духа мертво написано, вот, и вот дух покидает тело, сам процесс смерти. А хорошо бы, как вот в последнем поколении описывается, вот, счастливчики, везунчики, да, вот то поколение верующих, которое при гласе Архангела, там, когда события такие происходят при трубе Божьей, когда Господь сойдет с неба и мертвого Христе воскресно прежде, а потом и мы, оставшиеся пришествия Господни, восхищены будем на облаках, встретиме Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вообще, прекрасное описание, когда вот такая трансформация такая произойдет, вообще-то такое удивительное чудо произойдет, вот, и хотелось бы облечься, ну, чтобы смертное было поглощено жизнью, вообще-то, вот, хочется, чтобы это вот так произошло. Вот, вот, один из таких персонажей в Библии, в Ветхом Завете, что, вот, пережил подобную трансформацию, так вот, ушел в вечность, на небеса, вот, и тело его, ну, так и не нашли, да, он ушел в вечность вот таким образом, то есть, написано так, что не видел смерти и не стало его, вот, он просто ушел в вечность, вот, Илья тоже ушел так, но его, исход его, правда, был виден, остался свидетель, его ученик, да, и Илья, он был взят таким удивительным образом, мы не знаем, как Енох, не было свидетелей его исхода, вот, как он ушел, вот, не стало его, может быть, таким же образом, может, колесница также пришла, вот, мы не знаем, как Моисей умер, деталей, там, таких не знаем тоже, потому что его тело так и не нашли, искали, искали, так тело не нашли, вот, да, ну, написано, умер, но, как он умер, непонятно, больше вопросов было в Ветхом Завете, чем ответов, а в Новом Завете есть ответы уже, потому что, когда Машиах преобразился, да, Христос преобразился на горе, то, и там были, были три свидетеля этого преображения, он взял с собой свидетелей специально, и не одного, и не двух, а трех взял, вот, и когда они проснулись, значит, да, Петр там, о, они что увидели? Они увидели двух праведников возле Иешуа, возле Иисуса, вот, и это не были привидения, знаете ли, это не были призраки, это не были духи умерших, Иисус не был спиритистом, Иисус не общался с спиритистом, да, здесь он общался, действительно, значит, с теми, кто пережил такую трансформацию, ушел в вечность, в это небесное измерение, в более реальное измерение, в более реальную реальность, ушел с этой реальности, вот таким образом переселил их Бог, как вот Еноха, да, это был Моисей и Илья, помните, да, из сцены преображения, Света пишет, шалом, семья, Божьи благословения, слава Богу, что все сферы нашей жизни поглощены жизнью, аминь, с большой буквы, да, жизнью, аминь, аллилуйя, и вот, Еноха, переселившийся, вот, в эту более реальную реальность, прямо вот так, как и был вообще, просто смертный, было поглощено жизнью, Вообще-то, на сие создал нас Бог, вообще-то, вообще-то это нормальное состояние, для нас это считается паранормальное состояние, для нас это истории Еноха, Ильи, Моисея, допустим, да, переселившихся в эту Божью реальность, вот таким образом, они кажутся сверхъестественными, но то, что на Земле кажутся сверхъестественным или неестественным, естественно, надприродно, да, в украинском, сверхъестественно, сверхъестества. На самом деле в Божьем мире это естественно, это нормально. И как раз ненормально то, что люди, мы здесь на Земле часто считаем нормальным. Мы нормально считаем болезни, нормально считаем смерть, значит, допустим, да, разложение, выход из тела. Но смерть изначально не была, это ненормальное состояние. Ну, в принципе, любой человек внутри догадывается, что это ненормально. Любой человек, когда он заболевает, у него есть нормальное здоровое желание быть здоровым, да, значит, исцелиться. Вот, даже если его мозги промыты религиозными доктринами, что болезнь это хорошо, там, Бог страдал и нас, и нам велел, как бы и прочее. Вот, и прочие эти глупости. Вот, то все равно, даже если его мозги промыты всякой этой ерундой, то внутри, глубоко внутри, в подсознании его, в его духе, есть подсказка, что это ненормально. Ему хочется быть таки здоровым, вот, потому что нормальное состояние. Адам наш не был, знаете ли, сотворен таким доходягой, или как вот говорят еще, дрыщ, да, вот говорят, ну, там, доходяга, там, значит, там, болезненный какой-то человек, весь прокаженный какой-то, там, знаете ли, такой, что от него воняло. Вот, и ангелы от него шарахались, и животные от него убегали. Нет, он был сотворен прекрасным, знаете ли, даже вот Арнольд Шварценеггер, да, говорят, что он по параметрам, вот, накачан так был, что по параметрам до сих пор считается, как бы, ну, один из лучших, или даже лучший эталон, вот, по качеству накачки мышц, разных групп мышц, то есть гармоничная, как бы, ну, я не знаю всех терминах, но, короче, гармоничный накачан был человек. Вот, сейчас, конечно, он уже не молодой человек, уже заметно знал, но, однако же, да, вот, в свое время он стал эталоном, и до сих пор является эталоном такой мужской красоты. Вот, но, я думаю, Арнольд Шварценеггер, он при всем уважении к нему, к его труду, как бы, да, над своим телом, это был титанический труд на самом деле, у него природные данные потрясающие, но и огромный труд был им проделан, он много потел, и до сих пор потеет в залах. Вот, но, знаете, даже при всем уважении к Арнольду и ко всем другим, там, к культуристам, вы знаете ли, стремящимся к идеалу, наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-отец Адам, он был, ну, намного лучший, он был просто идеальной фигурой, он был идеальной внешностью, силой обладал, почему-то, это я знаю, потому что Бог сотворил все весьма хорошо. Вот так вот, так что он творил качественно все, слава Богу. Но, я хочу все-таки дочесть эту главу. Вот самое потрясающее, что пережили вот эти люди, ушедшие вот в небесное измерение, да, и что ожидает последнее поколение христиан, вот здесь, на земле. Это вот написано, что прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Опять-таки, чем? Верою, верой. Написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир, ну, весь мир, имеется в виду, да, и сделался наследником праведности по вере. Наследник праведности по вере. Ной, это как бы, ну, здесь даже какая-то такая описывается преемственность, вот это праведность этой веры, да, преемственность наследниками которой мы стали. То есть, вот наше родословие, и неважно, там, какой-то, какого-то рода, племени, национальности, культуры, расы, вот, если ты уверовал, да, то вот, вот какое твое родословие. Семейное древо, да, или как генеалогическое древо, вот рисую, допустим, там, мое древо, такое-такое-то, мои предки, допустим, вот, увы, у нас в советское время прервалось все фактически, значит, и даже своих дедов, ну, прадедов редко кто может назвать, допустим, дедов еще назовут, да, вот, а прадедов, прапрадедов, темпачи, вот, некоторые лишь народы сохранили у нас, ну, кавказские в частности, а та, которую над корней все ставят. Вот, перекати поле, советский народ, так называемый, да, вот, и наследие веры, вот это, которое он осудил весь мир, каким образом, он не ходил там и судил, да, но просто, когда свет приходит в этот мир, да, то является в этом мире, а вера это как свет во тьме сияющий. Вот, недаром начальник веры, да, совершитель веры, он сравнивается и называется в Библии светом, да, сам Машиах, сам Христос Иисус, он называется, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир написано. И вот, дальше читаем, восьмой стих, дальше, одиннадцатом разделе евреям, одиннадцатая глава послания к евреям, восьмой стих, дальше читаем. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Знаете, вот, он пошел. По-человечески, да, очень странно было послание вот к Аврааму, да, «иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что», вроде, вот как вот в той сказке, да, вот так вот со стороны напоминает вот такое послание, как бы, но на самом деле это не было, не зная куда и не пойми что. Нет, на самом деле Бог-то знал, что именно, но Аврааму открывалось пошагово, пошагово, он шел и наследовал вот эту землю. То есть, получается, он вступал в наследие, и его потомство получало благословение. Пророческие шаги были его по этой земле святой, земле Израиля мы называем теперь эту землю, его внуком Израилем, Яковом. «Верою обитал он на земле обетованной, то есть обещанной Богом земле, как на чужой». Представляете, прожил столько лет на этой земле, Бог обещал эту землю ему и потомство его, а он жил как пришелец, жил как чужой там. Но, однако же, не терял веру. Представляете, это, ну, по-человечески это сумасшедшая вера, это ненормальная вера, это паранормальная вера, это сверхъестественная вера. Прожить столько лет на земле обетованной, да, обещанной Богом, вот, и жить как на чужой земле. Вот это да. Да. «И жил в шатрах», написано в той же девятом стихе, в том же, «с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. И его сын и внук тоже жили вот в этом обетовании. И тоже наследовали эту потрясающую сверхъестественную веру. Ибо он ожидал города». Вот здесь подсказка, как он смог, ну, иметь эту сверхъестественную веру. Как мог ее сохранить, как мог не разочароваться, ведь у него было больше, чем достаточно, сколько лет было поводов действительно разочароваться в этом обещании. Уже на старости лет, ну, Господи, ну, доколе же, вот уже и сын растет уже, там, например, ну, да, ну, а куда дальше вообще? Куда дальше? «Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Вот основанием вот этой сумасшедшей веры, по-человечески сумасшедшей, Божьей веры, правильно сказать, вот сверхъестественной веры. «Основание которого – художник и строитель – Бог». Мне, как художнику, очень приятно, что Бог тоже называется художником. Вот, поэтому тоже молюсь о мастерской Духа Святаго. Вот, что, вот такое было откровение мне однажды, не так давно, что мастерская Духа Святаго. Аллилуйя. «Верою и жена его, да, Сара, будучи неплодна, она не могла забеременеть, да, вот, и уже до старости дожила. Представляете, написано, получила силу, бабушка уже по возрасту, да, уже, уже столетняя фактически. «Получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший». «Верен, обещавший». Уже все, как говорится, гинекологи, урохалдейские, конечно же, и ханаанские, сказали бы, «Извини, Сара, но все, твой поезд ушел». «Поздно пить боржоми». Здесь уже, знаете ли, ну, невозможно ничем помочь уже. Обычная женская, написанная, у нее прекратилась уже, в Библии говорится. Вот, и она не могла уже, вот, ну, чисто физиологически уже стать матерью. И, ну, до того момента, до того, как у нее прекратилось все жить по-женски, то она могла еще верить какой-то верой, опираясь на что-то естественное. Но, когда у нее прекратилось обычное женское, то она уже не могла, Сара, наша пра-пра-пра-пра-пра-пра-мама, она не могла уже верить естественной верой. И в своей вере она не могла уже опираться на что-то естественное. И ее опорой было уже сверхъестественное обетование. Верен обещавший. Это просто потрясающая история. Нашей, вот, представьте, каждый верующий сегодня, читая эту главу, читая этот гимн веры, видит, что я лично вижу в этом преемственность, свою преемственность, правопреемственность. Моя, вот, люди порой спорят о каноничности, о правопреемственности. Моя правопреемственность вот здесь. Я читаю о тех, кто передал мне эстафету веры. И дальше в 12 стихе говорится. И потому от одного, и притом омертвелого, ее-то муж был немолодцем добрым. Недобрым молодец, знаете ли. Был уже стариком глубоким. Под сто лет этому молодцу было. Вот, и даже если она верила, что она сможет принять, знаете ли, то, как бы, здесь уже, да. Вот, каково же надеяться, что Авраам, как мужчина, он будет в состоянии вообще. То есть, ей приходилось верить и за себя, и за того парня, как бы, да. И за себя, и за мужа своего. И потому от одного, и притом омертвелого, то есть, он уже был, будем так говорить, если у нее обычное женское завершилось к тому времени, да, чудо, то и у него мужское его тоже завершилось, будем так говорить. Вот, но, свершилось чудо от омертвелого и от омертвелой. Вот два, два сапогопара, да. Омертвелая и омертвелый. И все. Ха. Их вера сумасшедшая вера. Они продолжали верить. Верой Божьей. Верой сверхъестественной. Ха. И от них, представьте, омертвелый, омертвелая. Да хотя бы один из них был бы живой хотя бы. Или полуживой хотя бы. А то оба были омертвелые. Ха. И родилось. Чудо. Назвали сыном смеха вообще. Ха. Там вся пустыня смеялась. Но самый последний смех был и всегда в истории человечества последним смеется тот, кто является нашим Богом. Бог всемогущий. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается тем, кто смеялся тогда над теми омертвелыми, которые ходили и верили. Представьте, омертвелые ходят по пустыне. Ну, это омертвелые в смысле называют. Как по Писанию. И он-то был живой, но уже далеко не как мужчина. И жена его уже все уже по воздуху, что уже омертвелая. И вот он ходит и смотрит на звезды. О-о-о. И восхищается и говорит, вот Бог ему показывал, что вот как звезд. А в пустыне что? Там только ночью только звезды и днем вот песок. Все. А больше там нет ничего особенно. Смотреть не на что. Знаете ли. Нет там живописных пейзажей средней полосы России. Нет там, знаете ли, полей, лесов и рек. Вот. Там пустыня. Ну, она так называется. Пу-сты-ня. То есть пустая. Пусто. Вот. И там только вот звезды. Кто в пустыне бывал, те понимают, о чем я говорю. Да? Там ночью звезд полно. Вот чего-чего звезд полно. Ощущение такое, что небо просто открыто просто-напросто. В этих пустынных местах. Почему-то там вот в других местах не так это воспринимается. Там одни звезды. Как будто рассыпали серпантин какой-то, не знаю, рассыпали какие-то вот просто, ну, бисерку-то рассыпали. Вот. И он смотрел на звезды и говорил, вот мое потомство. Вот эти звезды. А потом песок пересыпал. Вот, да. Ну, в пустыне этого добра хватает. И говорит, вот мое наследие, вот мое потомство. Ой, наверное, не раз и не два окружающие его, их соседи там посмеивались, думали, ну, все уже, уже старость не радости. Уже, видимо, уже, да, уже. Ну, ладно, когда еще они там верили, когда были еще помоложе. Ладно еще. Хотя тоже, как бы, шансов так по-человечески уже не было. Но когда уже омертвелые оба, какое там вот чудо. Не до жиру, быть бы живу уже, как бы, значит, ситуация. Но от омертвелого родилось так много наследия его. Мы дети Авраама, слушайте. Ха, он нас видел, как звездочки на небосклоне. Он видел нас, как песок вокруг себя. Ха, вот так много родилось. Как звезд на небе написано. И как бесчислен песок на берегу морском. Аллилуйя. Но есть совершенное. Друзья, все сии умерли в вере, не получив обетований. То есть, совершенное обетование. Они так и не увидели. Эти люди, Библии. Люди, описанные, чьи истории описаны Библии. В частности, вот в Новом Завете, в Ветхом Завете. Вот здесь перечисляются Ветхозаветные. Но мы можем тоже и других еще персонажей вспомнить, библейских Ветхозаветных. Вот. И в те Ветхозаветные времена, как мы говорим, да, умерли в вере праведники эти. Праведные люди. Передавшие нам эстафету веры. Не получив обетований. А только издали, видели оное. И радовались. И говорили о себе. Что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Аминь. Праведный верою жив будет. Друзья, братья и сестры. Приступаем к новозаветному таинству. К причастию. Святой Евхаристии. Друзья мои, братья и сестры. Если читать о ветхозаветных праведниках, они лишь издали видели ту благодать, в которой сегодня мы купаемся, которой наслаждаемся. И которая была открыта через кровь Машеха, через кровь Иисуса Христа, праведника, через его ломимое тело. Сегодня молюсь и совершаю причастие, это Евхаристию, хлебопреломление во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Верой. Это таинство совершается верой. С одной стороны, да, я вот вчера был в магазине, здесь купил хлеб, вот купил такой лаваш, да, купил виноградный сок, рич называется, да, виноград написано. Вот, была как раз акция, и вот виноград, думаю, здорово, слава Богу, как раз вот Бог осмотрел меня как раз и по финансам, вот, и приобрел виноград, виноградный сок. Вот, казалось бы, плод виноградной лозы, да, слава Богу за лозу виноградную, да, слава Богу за хлеб, но, совершая это таинство, я понимаю, что здесь дело не в качестве хлеба или в качестве вина, а в качестве нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. И причастие, люди спрашивают порой, и сейчас тоже спрашивают порой, вот, принимать причастие, как часто, но опять-таки церковно принимать причастие, в разных конфессиях есть разные традиции. Допустим, ну, в большинстве протестантских церквей, где я бываю, где служу Словом Божьим, вот, то, значит, причастие совершается, значит, раз в месяц. А в православной церковной традиции, ну, в общем-то, ежедневно священники совершают причастие, ну, или же, по крайней мере, вот, в субботу, в воскресенье, вот, вот, но прихожане сами обычно тоже раз, там, в квартал, или раз в месяц, там, по-разному тоже. Или дореволюционная традиция, допустим, столетней давности традиция была раз в год. Вот даже по законам Российской империи полагалось это обязательно в порядке, и даже это было государственно, добровольно-принудительно было, то есть добровольно, но принудительно. То есть, если рабочий, допустим, в течение года он не причащался, не был у исповедей, причастия, если он не приносил справку от священника об этом своему заводскому или фабричному там начальству, как было здесь, допустим, в столице тогдашней, в Петербурге. Петербург был в то время столицей Российской империи. Вот, то, значит, его увольняли, и увольняли по статье, по такой, по которой его больше нигде не принимали бы. Вот, фактически, его жизнь была бы уже под откос. Вот, такая была система, добровольно-принудительная система была православизации, как бы, населения. Вот, и выйти из этой системы было невозможно, потому что, ну, было уголовное наказание, тюремное заключение, вплоть до самого освобождения от царского самодержавия России в начале 1917 года, так называемая февральская революция, когда самодержавие, наконец-таки, уже прогнившее насквозь, опостылевшее население, оно рухнуло, слава Богу. Вот, значит, и пришло первое в истории России демократическое тогда правительство, начались перемены, и церковь, в том числе и православная церковь, обрела независимость от государства, обрела свободу, право выбора, и, в общем-то, развитие своего творчества. Это правильная позиция. Цезарю Цезарева, да, Кесарю Кесарева, а Богу Божьей. Вот, вот, но, вот, причастие по времени совершается по-разному, но лично я за ежедневное такое причастие, хлебопреломление, евхаристию, вот, рассуждение, даже если нет у меня сока, да, виноградного с собой, там, к примеру, вот сейчас, допустим, купил там виноградный сок, но что беру я? Нету сока, то беру просто даже воды, просто воды, компот наливаю, ну, или просто воды, немного воды, бутылочка воды с собой, вот, беру, значит, бутылочку воды с собой все время я, значит, и у меня немного хлеба, допустим, какой-то даже сухари какой-нибудь там, кусочек хлебушка какой-нибудь, допустим, вот, и даже где-то, ну, где-то в парке сяду, помолюсь, допустим, где-то в дороге, там, в автобусе, троллейку себе даже помолюсь, вот, значит, с верой в жертву Голговскую, в Иисуса Христа, в электричке, в самолете, в поезде, ну, где угодно вообще, в присутствии людей или без оных, ну, желательно, конечно, я нахожу время, чтобы так быть один на один с Богом, вот, уединиться, можно найти всегда время при желании, вот, и потому что для любви нет действительно это времени, да, о, Валентина пишет так, итак, возлюбленные, аминь, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем, и вот дальше Валентина пишет, что причастие это святыня Божья, аминь, аминь, и Арсений Стрельцов пишет, шалом, присоединяемся к вам, амедуя, святыня Божья, и единственное, что делает человеку недостойным причастие, это неверие в Иисуса, как в Христа, Сына Бога Живаго, неверие в, оно просто, даже если человек съест весь хлеб в этом городе и выпьет все вино в этом городе, он не причастится, если не будет рассуждать о теле и крови Господа Иисуса Христа, вот, наше рассуждение, а какое благочестивое рассуждение, также недостойное, вот, надо очистить себя от всякой скверной плоти и духа, действительно, это совершая святыню в страхе Божьем, а каким образом страх, страху рознь, в человеческом, то, что здесь на земле люди обычно, даже верующие порой называют страхом, в Божьем, в библейском, Божьем, истинном, страхом не является, вот, и наоборот, то, что часто именно как раз в библейском, в Божьем, в истинном смысле является страхом, в человеческом мире нашем, даже среди христиан, как правило, страхом не называется, то есть, как бы, ну, это нужно целомудрие, действительно, трансформация мышления нашего, реформация, вот, потому что действительно перестройка необходима в рассуждении, мне нравится ваше отношение к причастию, пишет Арсений, нам всегда нужно пребывать в том, что Иисус совершил ради нашего спасения, аминь, аминь. Вот к чему я как раз и веду-то, что совершенный страх Божий, есть как раз принимать то, и смирение Божье, в реальном Божьем измерении является, в нашем измерении, для нашего понимания, принятие всего того, что Бог нам дал, принятие, согласие с этим, принятие это. Вот, допустим, если я верую, что Бог взял мои грехи, но только лишь, к примеру, вот в чем проявляется, вот, как здесь написано, сквер на плоти и духа в жизни верующего, очень часто, в жизни христиан, я просто за годы моего служения много видел подобного, очень много, и у нас в православии, и в протестантском мире, и в католическом мире, проповедовал я и в костелах не часто, ну, так, не часто, но бывал, и одно время даже, и вот проживал даже в монастыре католическом, там, и общался с католиками очень плотно. Так вот, значит, и, действительно, в чем является вот эта вот скверна плоти и духа, в чем? Что человек, он считает, многие так научены, что Христос, он взял наши грехи, но лишь те, по времени, до времени нашего уверования, как бы, вот, такое странное очень мышление такое, вот, до момента моего покаяния, обращения, да, вот, он все это взял, или, допустим, момента моего крещения, многие считают, вот, он все это взял, а уже после того, все уже, как бы, не взял, получается. Это скверна плоти и духа, это недостойно принятия святыни Господней. Или, допустим, человек считает, что Бог его простил, вот, но лишь то, что, в чем он каялся, что он назвал, как бы, да, вот, например, перед священником или лично перед Богом, вот, но на самом истина в том, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. А слово примирения в том, евангельское, что Бог простил все, то, что было, то, что есть, то, что будет, полностью всего принял человека. Без всяких но, он принял человека во Христе Иисусе. Это есть Евангелие, этого откровения ждет истрадавшийся мир, истрадавшийся наша планета, весь растительный мир, животный мир, а наипаче человеческий мир, гомо сапиенс и гомо религаре, человек разумный и религиозный, человек ждет этого откровения, человечество религиозное, человечество разумное, вот, ждет этого откровения. И пребывание в том, что, вот, очень хорошо Арсений так вот, такой оборот сделал, такой, да, высказывание своем, в том, что Иисус совершил ради нашего спасения, в том, что Он совершил. Все совершил Он, нам дал спасение. Аллилуйя, аллилуйя, прощение. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш. О, аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он Царь Царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аллилуйя. Все совершил Он, нам дал победу. Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь наш. О, аллилуйя, Он наш Спаситель, Ты наш Спаситель, Ты мой Спаситель, И Ты Царь Царей. Иисус мой Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь над всей землей. Спасибо тебе, Господь. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Благо оставляю великое имя Твое. Братья и сестры, принимая причастие, рассуждаем. Возьмите хлеб себе. Любой, какой есть, пшеничный, ржаной, неважно какой даже хлеб. Возьмите кусочек хлебушка, налейте себе соку, если нет сока, налейте воды себе просто даже, стаканчик. И помолитесь. И причащайтесь с верой в распятого ради нас, Иисуса Христа. Принимаю, Оля пишет, да, доброе утро, принимаю с вами всеми причастия, принимаю силу, его ДНК, аминь, его мудрость, его прощение. Теперь он это я, а я он. Аллилуйя. Ох, ты это я, я это ты. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже Всебогущий, благоставляю великое Твое. И причащаюсь, еще хочу просто предупредить, действительно, на основании Слова Божьего, ведь Павел пишет, что многие болеют и немало умирают, среди верующих, да, увы. То есть, такие благословения, многие могли бы быть живы еще сейчас с нами, многие могли бы быть здоровыми прямо сейчас, но из-за чего вот и болеют и умирают? Потому что благословения Божьи проходят мимо и не соуно хлебавшие, как в тех сказках старых русских. И я там был, говорит, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. Вот, вроде был на пирушке, вроде был на свадьбе, вроде все это было, да, по усам текло, а в рот не попало ничего. Ну, и, как бы, ну, такая концовка, конечно, такая, неудачника какого-то. Знаете ли, вот, и очень часто многие христиане тоже так вот рассуждают, да, вроде и причащаются, а все равно болеют и умирают. Я рассуждаю так, что я должен понимать, и я принимаю это, что Иисус не только взял мои грехи все, полностью освободив меня, взяв все мои грехи, прошлое, настоящее, будущее, все полностью принял меня. И теперь я, Сергей Журавлев, да, я его дитя, я принят им, я его сын, но еще и взял не только грехи мои, но и последствия этих грехов, не только корешки убрал, но и вершки, и вершки, и корешки, все сразу убрал, вырвал, это не честь, это, это, злое начало. И что произошло? Удивительная вещь, удивительная история. Он взял на себя наши немощи и болезни, и ранами его мы исцелены. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, за все. За все я благодарю, за все я благодарю, за все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли, Бог Аврама, Исаака, Израиля, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Брат мой, Господь мой, Царь мой. Благодарю, О Дух Святой, ты Утешитель мой, ты всегда со мной, за все я благодарю, За все я благодарю, за все я благодарю, за все я благодарю. За все я благодарю, за все я благодарю. За тело твое ломимое, агнец от века закланный, вечности закланный, Боже, великая тайна, великое таинство совершилось 2000 лет тому назад на Голгофском кресте, как на жертвеннике. Принесено великое жертвоприношение любви. Великая жертва любви и благодарности Богу. Тело Христа, кровь Иисуса, агнеца Божьего, Спасителя нашего. Благословен Ты Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Отец наш, Иегова, Творец неба и земли, Сущий, Бог Авраама, Исаака Израиля, Бог патриархов и пророков. Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и Сила и Твоя слава вся во веки веков. Аминь. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аминь. Рассуждая о тем ли крови Господа, моего Иисуса Христа, моего брата, моего Искупителя. Брат за брата. Свою кровь Он пролил за меня. Брат за брата. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все тебя благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава веках и народах. Слава Твоя, имя Твое безгранична, милость Твоя во все роды. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Боже Святой, за тело Твое ломимое. Ты взял на Себя мои немощи и понес мои болезни, и ранами Твоими я исцелен. Кровью Твоею святою прощен, принят, оправдан. Спасибо Тебе, Господь, за все. Святое, святым, един свят, един Господь, Иисус Христос. Во славу Бога Отца. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного усилия. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо. Аминь. Аллилуйя, за жизнь. Ты дал свою жизнь, за жизнь мира. Благодарю Тебя, Господь, за чашу Нового Завета. Этот кубок Божия, Нового Договора, Нового Завета в крови Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, Господи. Спасибо. Да все. Спасибо. Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо. За милость и отцовскую любовь. За то, что Ты единственного Сына Пролил святую праведную кровь. За то, что Ты единственного Сына Пролил святую праведную кровь. Для нашего прощения, исцеления, освобождения Ты заплатил страшную цену, великую цену, отдав свою кровушку, отдав самого себя, свою душу за нас положив. Слава Тебе, Господь Всесильный. Слава Тебе, Господь Всемогущий. Благоставляю великое имя Твое. Благодарю Тебя за все. За эту жертву. За то, что Ты доказал свою любовь. Боже к нам. Спасибо. Примирившись с нами кровью Сына Своего. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. И мы примирились с Тобой к кровью Твоей. Через веру в Иисуса Христа имеем жизнь вечную. Благодарю Тебя за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья. Благоставляю всех причастников, причастниц тела и крови Господа Иисуса Христа. Благоставляю всех именем Господнем. Благоставляю сегодня Израиль. Благоставляю сегодня Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. В эти дни молюсь, продолжаю молиться об Израиле, молиться об Иерусалиме. И за всю нашу истрадавшуюся планету благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Иерусалим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В библейском осчислении 10 число Месяца Хешман 5779 года Продолжаем чтение Лех-Леха Чтение из Тары Из Писаний То есть я чтение делаю из Ветхого Из Нового Завета Как раз на протяжении этих дней Слава Богу Вот и благоставляю всех вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Вот До встречи завтра Сегодня я постараюсь Ну дай Боже получится Вечером Подключиться Но вообще сегодня шаббат Еще вечером встречаем Так что В 5 часов пополудни Вот Я прям на балконе сделаю Как раз Наверное там трансляцию Как раз Да Мне понравилось Вот В 5 часов пополудни Как раз встреча шаббата будет Вот И как раз Тоже помолимся Порассуждаем Тоже над Словом Божьим Вот И Что еще Да Вот И завтра утром Подключаюсь Вот А потом уже Ну посмотрим уже По обстоятельствам Как получится Пусть Бог благоставит вас всех Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Петербурга Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Мир Всем вам Вот И в нашей кстати Киевской архиепископии В Киеве Я буду проводить Планирую В январе месяце Служение Поэтому Вот Присоединяйтесь Поэтому Вот Уже Сейчас в молитвах Вот И в Украине Кто имеет такую возможность То финансово Участвуйте в моем служении Господу Там Под каждым видео И в том числе Под этим видео Там есть Можно открыть Информацию более подробную Там Как раз и говорится Там и контакты есть И молитвенные нужные И материальные И вот И там Там Украинские номера Телефонов Которые можно пополнять С территории Украины И российские номера Которые можно С территории России пополнять Вот Значит И тем самым Финансово Участвуйте в моем служении Или же там еще карточка Сбербанка для России, для россиян, и карточка Приватбанка для украинцев.